Всем привет, друзья! Вы на канале SkyToFGames. Это свежие новости Prehistoric Kingdom. Разработчики заканчивают тестирование над обновлением 12. Осталось для этого обновления доработать новую карту, виды растений, некоторые новые модульные объекты. В это время программисты перешли к работе искусственного интеллекта животных для обновления. У животных появится много различного поведения, о которых я рассказывал в прошлый раз. И да, данное обновление к выходу планируется также в этом году, то есть ноябрь-декабрь, но об этом немного позже. Перед тем, как продолжим, советую вам всем подписаться на паблик группы ВКонтакте Prehistoric Kingdom, где вы также можете получать самую свежую и актуальную информацию касаемо игры. Ссылки в описании. Теперь про тему детенышей. На данном скриншоте вы можете взглянуть на размеры различных стадий возрастов у Рекса в сравнении с человеком. Какие будут размеры у новорожденных? Детеныш Рекса примерно в два раза меньше взрослого велоцираптора. Цыпленок велоцираптора будет размером 80% от размера детеныша Рекса, то есть меньше, но все еще на том же визуальном уровне. В противном случае могут возникнуть множество проблем. Как дело дойдет до таких вещей, как еда, питье из кормушек, взаимодействие с искусственным интеллектом во время охоты и т.д. Отмечу, что детеныши внесут больше разнообразия в поведение, начиная от милых мамонтов, заканчивая Рексом, для которого три разных стадий роста буквально могут заполнить и влиять на три ниши в пищевой цепочке. Малыш трицератопса. Это еще не законченная работа. Изменены пропорции детенышей. Теперь они выглядят более естественно. Более длинные лапы, более крупные глаза. Вы можете заметить большие изменения в пропорциях тела детенышей Рекса. На скриншотах подросший малыш тираннозавра. Подростки тираннозавра и отличия самца и самки в одном и том же окрасе. А также скриншоты малыш и подросток торбозавра. Также сегодня уделю немного внимания тираннозавридам, уже имеющимся в игре, а именно тираннозавру и торбозавру. Все знают, что торбозавра можно назвать буквально копией Рекса. Немного уменьшенный в размере из-за близкого родства. Однако мельчайшие анатомические различия у них все же имелись. Очень скоро внесут корректировки в их анатомическое строение моделей и вы сможете заметить еще большую разницу между ними, нежели на данный момент. Каким именно изменениям подвергнутся животные? Для начала, торбозавр будет иметь более узкий корпус, что придаст ему еще большей маневренности. Также череп торбозавра будет изменен согласно последним исследованиям, станет более анатомически точным. У него появится более ярко заметное очертание в сравнении с черепом того же Рекса. Еще отмечу, подобные изменения для еще большей анатомической точности позже затронут и Эдмонтозавров, которых на данный момент уже аж три вида в игре. Палец вверх, подписка на канал и обязательно бац и в колокол. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok